Дельфиниум в Теплодаре высадили около пяти лет назад. За это время цветы так разрослись, что из них образовалось целое поле. Фиолетовое полотно привлекло многочисленных фотографов, которые начали публиковать его координаты в сети. Сюда съезжаются со всего региона и даже в будний день во время съемки сложно найти локацию, чтобы на вашем фото не оказался кто-то еще. Одесситы нашли альтернативу лавандовому полю в Молдове. Вместо этого огромную популярность обрело поле дельфиниума в Теплодаре. Правда, фотолюбители превратили его в лысую поляну. Остались лишь островки цветов. Некоторые расстилают на них подстилки, раскладывают корзины с едой и фотографируются. Другие вольно разгуливают прямо по растениям. Люди вытоптали тут десятки тропинок. Кроме этого, девушки ради красивых фото вырывают цветы с корнем, а потом выбрасывают на трассе уже ненужные растения. Есть и те, кто бережно относится к природе. Передают друг другу один и тот же цветочный венок или букет и фотографируются только на тропинках. У нас годовщина свадьбы. Приехали пофотографироваться. Нужно оставлять после себя порядок. То есть вы не делаете венки? Нет, мы не рвем вообще. Очень жалко, конечно. Мы так стараемся под дорожком, чтобы нигде ничего лишнего не мять. На поле устраивают фотосессии с мольбертами, воздушными шарами, мыльными пузырями, пилонами и другими аксессуарами. Нередко можно встретить людей в средневековых образах, пары, которые кружатся в танце и даже полуголых девушек. Одесситы в соцсетях шутят. Скоро место станет настолько людным, что на поле в Теплодаре появятся мобильные кофейни на колесах и будки шаурмой. Вот только бы цветы остались.